Всем привет! В преддверии Нового года мы с Серёгой хотим запустить новогодний марафон И на нём разыграть три сварочных аппарата перед Новым годом То есть один аппарат в неделю, надеюсь вы не будете против Да, чтобы больше было шансов у каждого победить Да, и получить новогодний подарок от нас И начнём мы, пожалуй, сразу же с полуавтомата от Jammeral Поэтому кому интересно, устаруйтесь поудобнее, нанимайте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте Начали! Хорошее начало марафона сразу с полуавтомата Как я уже сказал, это аппарат от Jammeral на 200 ампер Уже полноценный полуавтомат с возможностью сварки как сплошной, так и с порошковой проволокой То постоянные зрители нашего канала уже знают, что мы тестировали более бюджетную модель на порошковой проволоке А это уже, так скажем, старший брат В комплекте у нас идёт горелка Держатель, электрододержатель с щёткой, да, и молоточком Так, дальше у нас идёт провод массы, ну и сам аппарат Сейчас достаём Оба-на! Сейчас аппарат И ещё есть инструкция Где-то тут была, затерялась Вот она Сейчас, как обычно, распакуем И познакомимся с данным аппаратом поближе Перед тем, как ознакомимся с данным аппаратом, хотим сразу предупредить, что он уже где-то тестировался То есть мы не первые, кто его использует, поэтому ни в чём не виноваты Откуда мы это поняли? Да, потому что здесь вот уже бок немножко согнут, подбили его Да, вмятина И на крышке внутри Да, и ещё на крышке внутри тоже есть немножко царапинки Вот здесь, наверное, может катушку или что тут проверяли Поцарапало В общем, имейте в виду, что у вас будет прям не новый Ну, как бы он новый-новый аппарат, но уже его использовали Потёртый Да, немножко протёртый Ладно Что касательно самого аппарата, то у него прям полностью металлический корпус Имеется панель управления небольшая Правда, я не понимаю, почему на одном дисплее у нас и отображение только величины тока, да А напряжение просто как регулировка Как она настраивается, пока непонятно Дальше у нас идёт евроразъём для полуавтоматической горелки Есть схема подключения для порошковой проволоки Для проволоки сплошного сечения Ну и, собственно, внизу есть возможность смены полярности, да Два байонета и вентиляция для охлаждения С этой стороны у нас дополнительная решётка для охлаждения С задней стороны имеется кнопка включения-выключения Штуцер для подачи газа Сам вентилятор Также, кстати говоря, есть ещё и розетка для подогрева газа Если у вас редуктор предусмотрен, да, для этого И сетевой шнур Сетевой шнур, кстати говоря, жестковатый, я вам скажу Прям очень жёсткий Я думаю, при минусовой температуре он долго не выдержит Но не вижу, какое у него сечение Ну, честно говоря, и он работает до минус пяти Дальше уже не рекомендуется Ну да, как бы все аппараты не рекомендуется использовать Холодное время года Но, тем не менее, они используются Мы живём в России Да, поэтому Не знаю, но я думаю, что всё-таки Работать можно Ну, аккуратно Ну, аккуратно, да Ну и получается, ещё на одной боковой стороне у нас отсек для катушки с проволокой Есть возможность подключить пятилограммовую катушку И, соответственно, сам роликовый механизм подачи проволоки Корпус пластиковый То есть, да, подешевле немножко И, кстати говоря, по катушке Ой, по роликам То здесь ролик только для порошковой проволоки установлен Да, и видно, что им пользовались Да, ну, видно, что там пользовались Что касательно самих проводов То Они на 16 квадратов Да, в сечении 16 квадратов И, на удивление, они медные Мы тут старались его царапали-царапали И никакого металлического такого серого оттенка не имеется Поэтому провода прям медные Хотя по весу, мне кажется, они очень лёгкие Ну, не знаю, может, просто он короткий И обмал... Эта... А прилётка очень тонкая, поэтому они лёгкие А по длине, но они очень короткие Буквально тут метр-метр двадцать всего Ну и, соответственно, ещё Сама горелка Для полуавтомата Она трёхметровая Да, по-моему? Или двух метров? Метр? Ну да, в районе сотен метров Сейчас тогда подключаем всё это к полуавтомату И будем его уже тестировать Поехали? Врубай! Подготовили аппарат к работе Установили катушку с проволокой Подключили газ Также поставили стабилизатор Для стабильного напряжения Теперь можно приступать уже непосредственно К самой настройке аппарата Для этого его включаем Да, кстати, он включается интересно Моргает так Да, прям какие-то мерцания, моргания В общем, что у нас есть Какая возможность до настройки Этой кнопкой мы переключаем режимы сварки Начинаем вот с ручной дуговая сварка Затем идёт полуавтоматическая в углекислоте Полуавтоматическая в смеси Полуавтоматическая с порошковой проволокой И лифтик Главное, интересно, лампочка, когда горит И под... Ну, отражение, да, ещё идёт Да, да Дальше у нас идёт дисплей, который отображает, как я уже говорил Только силу тока Регулируется он у нас от, получается, 7 Ну, от 0 практически, да До 200 ампер И есть ещё также регулировка напряжения Но как она работает, пока не особо понятно Я думаю, в процессе тестирования Уже будем разбираться И для чего, собственно, она нужна Тогда сейчас попробуем Вообще, как будет у нас... Ну, выставим напряжение по серединке Да, тут написано стандартное Низкое и высокое, да, напряжение Поставим пока по центру И ток выставим на минимум Минимально у нас, ну, давайте иметь Ампер 20 поставим Попробуем вообще, будет ли данный аппарат Производить какую-то там сварку Более-менее нормальную И на самом деле, пока непонятно, да Как вообще аппарат регулируется Опять-таки, у нас почему-то отображается сила тока В полуавтомате Неизвестно по какой причине Местонабрежение Но, тем не менее, как аппарат настроен Так, в принципе, мы и говорим Да, раз здесь обозначена сила тока И регулируется именно сила тока То будем от этого отталкиваться Так, поставили 20 ампер Попробуем сейчас сделать шовчик Посмотрим, как он будет ложиться Для этого взяли пластинку Всего лишь толщиной 0,5 мм Попробуем на ней, как у нас ляжет шовчик Ну, давай, поехали Ну, кстати говоря Да, трещит под треску Более-менее Прям хорошо идет проплавление Вот такой шовчик получается Плотный И даже, да, обратно Начинает выпирать металл Поскольку даже Для такой толщины металла В принципе Тока многовато Поэтому, я думаю, можно Убрать лишнее напряжение Поставить на минимум Так, само регулятор напряжения Да, регулятор напряжения Именно И посмотрим, как у нас сейчас Ляжет шовчик Что-ли, изменится Да Давай, смотрим Ну, тут уже видно, да Шовчик получается уже Немножко А почему-то теплового вложения больше Или пластина уже прогрета Ну да, пластина еще прогрета Плюс к этому, да Ну, получается Немножко Я не знаю, насколько, правда Уменьшается напряжение Может быть, там какие-то Десятые всего лишь Но, тем не менее Именно вот эта регулировка напряжения Она, как бы, дополняет, да Для более точно Да Либо Уменьшает чуть-чуть напряжение Либо чуть-чуть его увеличивает Ну, обязательно проведем Отдельный тест Где сравним Три разных шва На минимальном напряжении На среднем напряжении И на максимальном Сейчас тогда давай Уже перейдем Непосредственно К более толстым металлам На максимальном токе Проверим Будет ли работать у нас горелка Поехали Так, выставил на максимальный ток У нас 206 А Аппарат показывает Сейчас попробуем Положить шовчик Взяли уже пластинку Более толстую Это у нас 4 миллиметра Точиной Ну, и давай Попробуем положить шов Как бы варит вообще нормально Дуга стабильная Шовчик получается плотный Практически бесчешуйчатый Вообще все отлично И на минимальном токе На максимальном токе Вообще аппарат настраивается Очень легко Опять же, наверное, для Начинающих сварщиков Которыми Чтобы прям сильно голову не заморачивать А именно одной регулировкой Настроить данный аппарат Ну, сейчас давай тогда Возьмем две профильные трубы Тавровое соединение И ток где-то поставим В 100 ампер Попробуем заварить Мне выпала большая честь Проверить На профиле На профиль 20 на 20 Полтора миллиметра Толщина стинки В тавровом соединении Сделаю прихватки Да Аппарат у нас на 100 ампер Выставлен И напряжение На стандарте стоит Ну, давай Кстати, кто не заметил Роман подарил мне новую маску Да Потом Прошлая маска уже там начала Ну, само крепление, да Не особо удобное было Постоянно задевалась Но не об этом, в общем Давай Проверяем дальше Аппарат нормально Настроен Прям шерст Отлично Кстати, да Варится вообще Давай посмотрим Даже не хотелось останавливаться Проплавляет отлично Шовчик получается Тоже прям Классный В этой Еще в новой маске Когда все видно Все отлично видно, да Кайфушки Ну, осталось теперь Только проверить Данный аппарат На регулировку Именно Самого напряжения Что зависит От ее До настройки Для этого Сначала Выставим ее На стандартном Значении То есть она будет у нас Именно посередине Сделаем Шовчик На профильной трубе И потом уже Будем менять На регулировку И посмотрим Будет ли вообще Разница Ну, давай Смотрим В итоге у нас получается Вот такой шов Довольно-таки плотный Кстати, дуга горит Вообще отлично Аппарат настроен Тоже нормально Так, теперь Меняем Да, меняем Напряжение На минимум И смотрим Будет ли разница И Расстояние между швами Я буду делать Как можно дальше Чтобы Тепло Меньше Меньше прогревалось Да У нас профильная труба Более одинаковые условия Были Да, более одинаковые условия Ну, давай Смотрим на минимальном Напряжении Стараюсь сварку Производить на одинаковой скорости И в итоге получается У нас Что Шовчик на минимальном напряжении Становится Уже Как видно Да И валик Чуть повыше По сравнению С первым швом Да И теперь давай На максимальном значении Напряжение Поехали Здесь уже Старался Побыстрее вести Поскольку Прям Шовчик очень широкий Проплавление глубокое Да, видно И поэтому Практически сравнялся Пытался провалиться Да, пытался провалиться Сравнялся Ну и соответственно Обратный валик У нас получается То же самое Ну да Сейчас попробуем С внутренней стороны Посмотреть Как здесь Видно Проваливается металл На большом напряжении На среднем Навряд ли его видно будет А на минимальном Да Прогрев есть Но Не сильный И центральный Там видно Что прогрев Тоже есть В общем получается У нас Это как бы Дополнительная Более точная Настройка Напряжение Которое нам Дает Более широкие Возможности Использования Данного аппарата Ну заодно И проверим Нагрузку на сеть На максимальном Токе Смотрим 23-24 ампера Нормально С этой частью Мы разобрались Теперь давай Перейдем Уже Другой функции Данного аппарата Например Кручной дуговой Сварки И посмотрим И ее возможности Подключили держатель Включили В режим ММА Проверим На минимальных токах Да Кстати Прищепка Довольно-таки Тугая Что радует Ну давайте Да Сейчас таки на Выставим ток Где-то Ампер Я думаю Может быть 40 начнем Чтобы хотя бы Какая-то стабильная Дуга была И заодно Проверим это При помощи Специального прибора Соответствует ли Заявленный ток У нас Реальному Все Так Сейчас подключаю Давай Я готов Ну да Повторите конечно Да 35 Ну в районе 35 Он показывает И кстати говоря Стабильное Прям Показание тока Скачки Вообще Минимальные Ну где-то В районе 35 И опять же Да Это у нас Через стабилизатор С постоянным Напряжением Сети Давай Поехали Ну здесь Уже 89 Ампер Немножко Ниже Чем На табло Дисплея На 10 Ампер Ниже Чуть Ну а сама Дуга В принципе Горит нормально Более мягко Да Давай на камеру Покажу Давай Дуга Мягкая В принципе Горит Неплохо Неплохо основные электроды он разжигает с трудом. Ну и с рутилом тоже он не сразу разжигает, то есть его тоже проблематично будет разжигать. Да, разжигается электрод сложно, но варит вполне мягко. Да, опять же из-за того, что у нас напряжение холостого хода маленькое. Давай даже сейчас, кстати, проверим. Для этого мы сейчас подсоединили провода, измерим напряжение. Давай подключай сначала к держаку и я, соответственно, второй провод кидаю на массу. Так мы проверим напряжение холостого хода и оно у нас получается 48,5 вольт. Конечно же, это мана для электродов с основным покрытием, поскольку для них требуется где-то от 60, а лучше вообще 70 вольт. Поэтому и разжигается тепло. Да, и рутил, кстати говоря, тоже от 50, а здесь даже нет 50, поэтому и рутил тоже проблематично. Ну, по крайней мере, разжигается, да, сложно, но рутилом варить вполне возможно. Да, ну, когда разжгется, варит хорошо. Да. Ладно, давайте перейдем тогда уже тесту на максимальном токе. Так, выставляем аппарат на максимальный ток, 206 А, подключаем прибор. Так, давай, поехали. Ну, опять, да, основной электрод плохо разжигается. И у нас аппарат выдает реально 170 А. В общем, 30 А у нас идет разбег. Постоянно, Серега, 170 где-то. Все, можешь не варить. Стабильно, да? Да, стабильно выдает. О, прям сварка, да, прям стабильная. Ну, 170 А. В принципе, не скажу, что прям очень сильный разбег, но тем не менее, да, до 200 не дотягивает. Но 170 для четверки вообще вполне достаточно. Ну, что хочу сказать, что разжечь даже на 170 А, четверку, блин, проблематично. Но опять же, потому что она с основным покрытием. Не сразу, то есть для новичка это еще мучение то будет. Да, ну, напряжение холостого хода играет свою роль. Ну и снова замерим потребление тока на максимальных амперах. Ну, среднем 25-29 где-то в этом диапазоне. Ну, заодно проверим, как аппарат работает на парушковой проволоке. Кстати, что интересно, на нем есть переходник. Как бы уже, ну, и как сказать, переходник. Просто есть возможность использования 1-килограммовой катушки, уже предусмотрена производителем, поэтому никаких тут заморочек с этим нет. Переходников самим делать не надо. Да, просто установили все. Ток опять выставили на 100 А. Ну, вот такой шов получается. Да, вполне неплохо, нормальный шов. Вот у меня такое двоякое чувство от этого полуавтомата. Вот нравится, как он варит во всех режимах. Им отлично, мне понравилось. Но, опять же, провода, вот, не нравятся они мне по качеству и вроде медные, но почему-то, у меня сомнений, если он берут и короткие. И короткие, да, короткие. Сетевой шнур тоже такой жестковатенький. Как бы, и такое ощущение, что с ним надо поаккуратней. То есть, ну, в принципе, как и с любым другим оборудованием всегда нужно вести себя аккуратно. Но, тем не менее, сам по себе аппарат вроде варит неплохо. В любых режимах, да, полуавтоматической сварки сплошного сечения, либо это порошковая проволока также варит отлично. Ну, проблема, да, еще с рожеком. Да, в режиме ручной-друговой сварки есть проблемы с рожеком из-за того, что у нас напряжение холостого хода меньше 50 вольт. Для рутиловых электродов требуется от 50, в основных от 70, поэтому некий, такая неудобство использования данного режима на этом полуавтомате есть, конечно же. Но, в принципе, если использовать его как основной полуавтомат в домашнем использовании, то, в принципе, да, аппарат нормальный. Кстати, настройка как раз-таки предназначена, да, ориентирована больше для начинающих сварщиков, поскольку нет широкого выбора возможности настройки аппарата, а настраивается практически одной крутилкой, вторая лишь донастраивает, да, и все. В принципе, это удобно, но прям широкого возможности использования данного аппарата исключает. Но, тем не менее, для домашнего использования вполне неплохо. И, в принципе, цена у него сейчас небольшая, она подросла, да, по-моему, раньше он стоил в районе 17 тысяч, сейчас уже 19 тысяч. И, кстати, еще забыли сказать, что у этого аппарата в режиме ручной дуговой сварки максимальный ток не 200 А, а всего лишь 170. Разница, можно сказать, незначительная, да, но, тем не менее, осадочек, как говорится, остается. Производители тоже немножко маркетологи сработали, цену сбавили, но завысили показатели. В общем, вот такой у нас обзорный аппарат получился, и, как по традиции уже нашего канала, один из вас может стать его обладателем. Для этого сегодня нужно быть подписанным на наш канал, поставить любой комментарий под этим видео и поставить лайк этому видео. И не забудьте, чтобы подписки были открыты, чтобы можно было проверить. Да, обязательно. Кого интересует данный аппарат, милости просим к розыгрышу. Итоги мы уже узнаем в следующем видео. Ну, а на этом уже будем с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и заходите в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч, всем пока! Кстати, если у вас возникают какие-то мысли, что вы могли бы еще сделать с аппаратом, да, как протестировать, что замерить, напишите об этом, и мы постараемся этого оплатить. Да. Хорошая идея? Отлично. Замечательная. Субтитры сделал DimaTorzok